Мы эту войну не забудем вовек. Сегодня в Орджоникидовском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное грядущему празднику. Участвование героев войны прошло в сквере 50-летия Победы. Подробности у Марии Клименко. Ордена, алые гвоздики, георгиевские ленты. Ветеранов на празднике немного, чуть более 40 человек. Это дети войны, труженики тыла. А Иван Леонтьевич бывал и на фронте. Позади школа снайперов, стрелковый полк, разведрота, освобождение Белоруссии. Свои 93 он отчетливо помнит, как и где узнал весть о Победе. Послали в танковую школу под Ульяновск. Три месяца проучили, получил танк в Омске и заканчивать войну. На дороге кончилась война. Ну, интересно, что крик, шум, плач, кто радует, кто плачет. Все, повернули назад. О великом подвиге советских солдат помнит молодое поколение. На праздник пришли около 200 школьников. Ребята вручили ветеранам цветы и собственноручно изготовленные открытки. По традиции, минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся с поля боя. А после для гостей начался праздничный концерт. Юные кадеты провели показательные выступления по строевой подготовке, а воспитанники творческих коллективов исполнили песни военных лет. Изюминкой праздника стала выставка военного оружия и амуниции. В коллекции и знаменитая винтовка Мосина. Знаменитая винтовка тем, что она использовалась и как снайперская. Основное оружие солдата и как снайперская. Знавешивался оптический прицел и снайпера выбивали офицеров противника в первую очередь. Кстати, наш земляк Василий Григорьевич Зайцев именно вот с такой винтовки уничтожил 425. Автоматы, мины, гранатометы. Есть даже каски советских и немецких солдат, привезенные поисковыми отрядами с полей сражений. Это обогащает историю, но иногда бывает тебе и страшно, и интересно. Интересно, потому что вот, это все интересно, это познаешь историю. А страшно, потому что узнаешь, что этим людей убивали. От этого правда страшно. Это отмечает победу наших дедов, прадедов. Когда они были совсем маленькими, они воевали, и они победили. Это великий праздник для нашей страны. Под занавес праздника гостей пригласили отведать блюда полевой кухни. Мария Клименко, Александр Маргунов, информационная служба Медиагруппы Знак.